Привет! Мы завжди как богат и богат. Ого! Ничего себе! Всем привет! Ну что, мы сегодня собираемся ехать в Лос-Анджелес. Но перед тем, как мы поедем, кстати, это наш ежедневный влог, да. Перед тем, как мы поедем в Лос-Анджелес, мы отправляемся увидеть Гранд Каньон. Наконец-то! Реально, это моя долгая мечта. Я не спала до 4-го, выбирала, какие места. А потом такая, ну, может, там нужно дни втримать, я не знаю. Сегодня мы будем опять гнать по максимуму. На первый день у нас такой. Мы будем ночевать на границе Штатов Аризоны, Невады и Калифорне. Нет. Аризоны с Невады. Да, Аризоны с Невады. Ну, ночеваем будем в Неваде на реке. Так что опять ежедневные влоги начнутся снова. Все, будем собираться и ехать. Ежевички-соплики. Смотри, сейчас капнет, сейчас капнет. Ежевика! Капнула! Ежевика, чего ты такая пролякана? Ты хоть сделай вид, что это. Сейчас лифа. Папа! Папа! А вместе мало? Я пакетик поставила. Капец, собаки-соплик. Ничто не создает такое настроение в поездке, как чашечка кофе с утра. Вот когда сел в машину, уже спаковали вещи. И осталось только взять кофе и все, и мы отправимся. Меня только пугает, что нам ехать туда 9 часов. Мы только выехали. Пишут, что приедем в 21.05. Я встала без чего взвеси. Да, и это к тому, что нам еще много всего надо поделать. Классно, может летать над дорогой вот так, да? Обалденно. Дань, подивись, подивись, в небе чуваки летают. Три, четыре. Там целый взлет. Классно. Обалдеть. А, да, он там самолет стоял. Дааа, круто. Давай. Это клево. Честно, не знаю. Я, например... Не бояться. Мне было бы страшно прыгать с парашютом. Я вот много об этом думал. Готов ли я прыгнуть с парашютом? Наверное, вот пока еще... Не готов. Не знаю. Наверное, надо очень много выпить для храбрости, чтобы я вообще не понял. Навпаки. Что? Ты ногой переломаешь потом. Нет, так с инструктором же первый прыжок. Нет. Ну, в общем, как-то так, чтобы меня вырубили, чтобы я ничего не помню. Не прыгнул бы. А мы тут ехали, ехали и приехали на дегустацию вина. Представляете, тут, короче, целый завод. У нас такая долгая дорога. Мы, оказывается, будем ехать по крайней трассе. Это даже не пятая. Некрасивая трасса высшую запаляется. Да, трасса вообще абсолютно некрасивая. Снимать абсолютно нечего. Мы просто гоним, чтобы быстрее попасть в Неваду. Кстати, там мотель, в котором мы будем останавливаться. Он прямо на границе двух штатов. А пока мы решили продегустировать вино. Посмотрите, тут прямо они так манят. Мы ехали прямо на каждый это. Типа, вот следующий эксид, сворачивайте. Сейчас тут будет тест вина. Мы такие, блин, ну ладно. Все, заедем, попробуем. Ну, хоть какое-то развлечение. Ну и плюс Аня в туалет хочет. Я тоже. А бокалы тут хорошие. Белое вино. Взяли мы шардоне. Да. Это шардоне. Да, Аня. Покажу, как вы гадаете. Букет? Сухое? Слишком кислое, как по мне. Да. Букет! Блин, блюда. Она тоже хочет прыгать. Нет, ты не можешь здесь. Моя. Она в туалет. Она в туалет. Она в туалет. Да, я в туалет. Да, да. Ты придешь домой с мной, у меня есть белый кит. О! Моя кит. А мы тут попробовали немножко вина, у меня уже так в голове зашумело. Оно какое-то такое... Короче, я понял, что нам понравилось сладкое, но мы сладкое, ну вот реально полюбили. А здесь эти вина все такие кислые, сухие, такие крепкие, крепленные, и, наверное, мы ничего не возьмем. Но это не последняя наша винодельня, так что посмотрим потом еще. Кстати, да, дегустация стоит здесь вот реально 5 долларов. То есть 5 долларов нужно заплатить за то, что продегустируешь с каждого человека. И в эти 5 долларов до 5 бокалов можно пробовать. Я сидел 3. Четвертый и пятый я уже больше не мог. Бай-бай. Бай-бай. Все, сказали все бай-бай. А, момент. Ну и по итогу. Нам понравилось только одно вино, которое было в 3-х литровой баклажке. Да, давай руку дай. И я понял, что она говорит, типа, как только бутылку, вот эту баклажку открываешь... Привет, догоняй, мам. Как только баклажку эту открываешь, ее надо выпить эти 3 литра за месяц. Казалось бы, что такое, типа, ну, выпить ее за месяц. Но я скажу, что мы одну бутылку сейчас, вот как стали так немножко пробовать эти вина. Но у нас одна бутылка, открытая вина, уходит где-то за 2-3 недели. То я понимаю, что 3 литра мы никак не потянем за месяц. Если у нас только 0,7 уходит за такое количество практически времени. Поэтому, не судьба. Что-то происходит здесь. Авария. Походу, да. Но он с военными, смотрите. Но авария, авария. О-о-о. По-моему, еще и трак попал, Бавалю. Так, кто-то гоняет. А вот заехали на заправку. Скажу вам, плохая идея одевать новую обувь с собой в путешествия. Это первое. Во-вторых, мы тут ехали, смотрели бензин. Цены просто бешеные. Мы вот нашли самые дешевые 2.8 здесь и на Мобил Ван. А так, ценники где-то 3.20, 3.40, 3.50 за 1 галлон бензина. Это, ну, дорого. Поэтому мы заправляемся по максимуму. Пытаюсь 10. 10 галл он, наверное, не влезет, но... И поедем уже дальше. Итак, сейчас посмотрим, сколько нам ехать осталось. Блин, меня это вообще ни разу не радует. Нам всего-то навсего осталось ехать 5 часов 28 минут. 5 часов 28 минут, пипец. Всем привет. Мы заехали в заведение под названием Блабир перекусить. И мы только что заказали себе покушать. Мы всю дорогу гнали. Нам еще ехать 5 часов. Я вообще... Это какая-то бешеная поездка именно вот сегодняшний день. А постоянно у нас таки приезжают. Ну, они постоянно бешены. Я тоже не знаю. Хочется все побольше, побольше. Значит, мы померем через 3 дня, понимаете, треба все виглянтись. А я говорю, Аня, ты сама выбрала этот пакет. Ну, окей, Гран-Каньон, так, треба ближе до него подъезжать в первый день, а не 6 часов потом ехать. А скажи, приезжает за 6 часов до Гран-Каньона, потом он такой... Я согласен. Ну, лучше сделать первый день марш-бросок, чтобы потом, да, 3 дня уже нормально отдохнуть. Слава Богу, у нас сюда пустились ежевики. Они говорят, типа, сервис не сервис, но как бы все понимают, что на улице жара, и собаку негде оставить. И, в общем, нам разрешили, сказали, если она там будет у вас в ногах спрячется. И она не кормит ей. Да, и сказали, только не кормите ее, не поите, и все будет хорошо. Так что, уф, я сейчас попью чаю, отдохну, покушаем, наберемся сил и поедем обратно. Ладно, вот нам принесли тебе с деревенской картохой омлет, а мне вот такой вот стейк с пюрехой, покрытый каким-то соусом, да? В общем, будем сейчас узнавать, что это такое. Что это? Мясной соус. С картосом. С мукой. Круто. Приятного аппетита. Ох, как здесь жарко. Капец. Не скажу, что плохое заведение, хорошее, но и не супер классное. То есть, ну, так вот, поесть дешево, сердито, нормально, по-быстрому. То есть мы здесь потратили сколько? 38 долларов, да? 38 долларов. То есть в том же Оливгарден, если бы мы кушали, мы бы потратили, я не знаю, долларов 70. То есть вдвойне экономия. Вот так. А сейчас у нас ведем ежевику, чтобы она сделала свои дела здесь на травке. И будем ехать уже дальше. Я там, кстати, и мясо отложил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Через какую-то деревню едем. Вы посмотрите, сколько вот этих вот ветряков, ветряков, которые электрично вырабатывают. Сейчас я фуру объеду. И просто... И маленький, просто... Сяга, вот засеянный. Вообще все. Красиво, красиво. Короче, у нас тут села батарейка. Продолжаем. Это маленький, смотрите, какие. Вообще. А видно, что некоторые вообще, как будто бы там, наверное, заржавели и не крутятся. Да, но на них треба еще нячей батарейка, чтобы починили озерки. Женя, расскажи, куда мы сейчас находимся. Ну что же. Мы наконец-то очутились в пустыне Мохаве. И здесь просто, я не знаю, здесь бесконечные просторы. Вот прям все реально, как на Диком Западе. Да, а там, наверное, есть аэропорт, не знаю, что будет видно за Солнце. Возможно, не будет. Ну, да. Ну, дуже гарно. Там аэропорт, непонятно какой. Ну, хаусский. Туда непонятно, вон, насколько десятков километров просто вот простирается в пустыне. Я скажу, вот эта пустыня более интересная даже, нежели та пустыня, через которую мы ехали сквозь всю Неваду. Скажи, Аня. Да, то не такая пустыня. Она как-то так поинтереснее выглядит, и хомики поинтереснее. Не знаю. Тех, кто играл в игру Fallout New York, Vegas, вы меня сейчас понимаете, да? Я только что открыл дверь, мы с Аней меняемся сейчас. У меня дверь прям вырвала ветром. Мы меняемся? Очень. Ого. Да здесь ветер пипец в этой пустыне. Я тут разворачивался. Посмотрите, насколько безкультурные люди. Опять вон бутылки, а чтобы на бутылки не наехать. Даже не знаю. Посмотрим. О, Калифорния, Серви. Кстати, за бутылки, если помните, много дают. Я, конечно, не бомж, но почему нет? Во-первых, и природе помогаем, а во-вторых, и денег заработаем на них. Так что, Аня на меня посмотрела, а я, на самом деле, ничего плохого не вижу. Так. Но, скажу, вот в такой пустыне, вот как мы остановились, я первый раз в жизни. И, честно, это здорово. Мы остановились на ростерии, чтобы засняти чаримый захід сонца в пустыне. Женя, крутится. Я калибрую компас этот. За вот так. Все готовы? Да. О, привет! Субтитры создавал DimaTorzok Посреди Невады. Нет, еще не посреди Невады. Мы где-то посреди Мохаве. И здесь вот, видите, уже вывеска Route 66, на которую мы отправимся буквально завтра или послезавтра. Но мы обязательно побываем. Это историческая трасса. Да, сейчас мы приехали на заправку. Ну что, Аня? А теперь расскажу. Мы только что приехали на заправку, которая, блин... Эй, а где у меня? А все? На 9,57? А, я у нас на 10, да. Короче, здесь самый дорогой бензин, который я пока за сегодняшний год видел. Точнее, за текущий год видел. 4,99, 1 галлон. 5 долларов. То есть у нас дома это стоит, всего, 2,80, там, 2,2... 2,50... Да, мы сегодня утром заправлялись за 2,57. Здесь 5 долларов. Это вообще, ну, очень дорого. А еще, я заходил, здесь все обклеено вот этими, как видите, вот снизу, Route 66. В магазине там, у кассира, короче, все везде, одна сувенирка. Но при этом здесь цены, судя вот по тому, сколько стоит бензик, цены на сувенирку, естественно, тоже за небесные. Поэтому мы уже, как наученные горьким опытом, мы не будем бросаться на первые сувениры. Мы еще поедем, и обязательно найдем эти сувениры в 10 раз дешевле в другом месте. И, возможно, даже что-то разыграем опять среди наших подписчиков. Аня? Да, все. У Ани поздний ужин. Ладно, все, едем в отель. Смотрите, мы приближаемся к границе двух штатов, Калифорнии и Невады. И вот сейчас еще мгновение, и мы пересечем границу штатов. И... Да, вот уже знак Невада. Все, и вот... Невада... Бах! Есть, все, мы в Неваде. Велкам в Неваде! Ух ты, а вот этого я не знал. Я даже. Мы просто так уже не прыгали, не бачили. Да, вот это прикольно. Итак, мы приехали в наш мотель. Что-то у нас слегка дерзко выглядит. А еще вот здесь, посмотрите, все в огнях, все светится. Я не говорю, что походу... У нас такой отель, он выглядит как салун. Ну да, там ведь сверху... А еще возможно, что в этом отеле просто очень часто случаются самоубийства, и из-за этого такие низкие цены. Что люди проигрывают свое состояние и потом... Ты ненормальный, просто я попала на дело. Хороший дел. 25 долларов за ночь. А так... А так, выходит, мне там 60. 60, но все равно. Ладно, пойдем посмотрим отель. Семь лет. Снимай. Семь лет. Скажи, мы в отеле. Ну, в отеле. В отеле, да. Ну, баба, вот, честно... Тут казино. Идать с собой игру. Путичка. Семь лет. Опа. Туда же я наставай ехать? Да, прикинь. Только что сняли наш номер. Нам сказали... А, это не... Нет, ну, в смысле, мы наш номер сняли. Я не напугался. И нам только что сказали, что... Чтобы мы здесь с собакой опасались енотов и... И скунцев, потому что их здесь очень много. И, кстати, прям вот за вот этим зданием, которое вот все здесь блестит, сверкает, прям за ним находится река, которая пересекает границу с Аризоной. И поэтому... Из нашего окна, конечно, видно не будет, но с утра мы сходим, я покажу. То есть мы прямо на границе ночуем. Салон. Салон. Ну, вот это все, кстати, салон. Да, вообще, интересная такая архитектура. Кстати... Соседняя, по-моему, да. Кстати, прямо за вот этим зданием там находится еще одно здание в виде здоровенного-здоровенного парохода. С вот этим вот колесом. Я не знаю. С дымоходом. Честно, у меня аж сил уже нету передвигаться. Но Аня сбегает, покажет. А пока я покажу наш номер. Итак, идемте. Ежевика пошли. Пока там ежевика делает свои дела, я покажу номер. Надеюсь, нормальный. За 25 долларов. Я вообще в шоке. Так, что-то у нас здесь уже стучит. Ух ты! Ничего себе! Здесь уже сразу кондиционер работает. Мяу! Мяу! Вау! Аня, свет! Итак. Смотрите, это как у бабушки в гостях. Да, я специально выбирала. Вообще. Здесь уже так довольно холодно, я скажу. Но, честно, не супер плохо. Не супер плохо. Ну, там, там, мы взяли с тобой на двух крышках. А там был другой трючки номер. О, есть. Слух, а на картинке тут блогает? Ну, кстати, то, что хорошо. Нам водичку положили. Правда, видно, как она под солнцем. Видите, уже бутылка вспотела немножко. Тут, там, говорят, что... Что? Ну, в общем. Сервис. А вот это вот даже какая-то штука, чтобы мы себя... А, что, типа, здесь будет происходить в июне и в июле? Ну, точнее, июнь уже заканчивается. Ну, такие смешанные чувства. Потому что я первый раз вижу, чтобы плитка была. Ну, просто невада, я не знаю. Опять. Это плюс для ежевики. Потому что ежевики реально, ну, жарко. И здесь она хоть на плитке, на этой отдохнет. А так все довольно, ну, вы видите, довольно стандартно. Мы сегодня даже не парились. Одевались, там, и не одевались, как-то суперособенно. Короче, все просто. Это фирмный. Что? Да? А, это не воно. Ванная, ну, такая стрёмная. Вот только что в душ принять, да и все. И ты душ. Смотрите, вон там вот какая ужасная фигня. Что уходит? Да, не разувайся, не разувайся! Ну, тут вот... Фу. Вы сейчас с тобой выходите? Мунитаз тоже какой-то побитый жизнью. Ну, так. Но зато вот это... Реально, я говорю, как у бабушки в гостях. Не хватает еще этого. Ковер на стенке вообще был идеальный. Ежевики нравятся, с вами. Ежевики одобряют. А, фу, боже, я взляхалась. Открываю, покрываю, одоблюсь. На шагматрал, думаю, что без простыни. Слушай, я уже... А, все, фу. А, фу. Я тоже ее подумал, что простыни не постели. Не, все нормально, все, есть. Здесь еще много. Кстати, хорошие белые простыни. И это радует. Да, да, да. Я не знаю. Мы, наверное, ну, окей, пойдем сейчас прогуляемся, покажем вам ту штуку Сковорода Ривер. Опять, вроде как бы такая скучная дорога была, но мы постарались первый день по максимуму разнообразить. И сейчас, перед тем, как мы с вами повращаемся, мы возьмем, покажем вот тот вот корабль Колорадо. Там написано было Колорадо Ривер. Типа, дом-корабль. И тогда попрощаемся. Ну, собственно, вот теперь на заднем фоне, как видите, вот этот вот Колорадо Белл, оно вот выглядит реально как будто бы это... Да, ну, не Титаник, но типа на пару корабль. Ну, там, да. Такая большая вывеска. Вообще весь город в огнях. Тропикана. Опять, ну... Ну, в общем, типично все, как в Лас-Вегасе, я вам представлю, там вообще... У меня опять, я в шоке, сколько люди тратят на электричество, вот такой, чтобы вот это вот... создавать вот эту вот красоту. Ну, вот такой у нас вышел, собственно, день сегодня. Реально вымотались. Просто кошмарно вымотались. Нам осталось пойти только выспаться, потому что у нас впереди Ганг-каньон. Не выспаться, а чуть-чуть. На ранний каньон завтра. Да. И поэтому остается пожелать вам только спокойной ночи. Да. Ну, да, в общем, вашего времени суток. Ну, и все, что мы хотели сказать, это если вы не подписаны, то подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и увидимся с вами в следующем видео, то бишь завтра, потому что эти влоги будут пока ежедневными. Так что все, пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok